Еще год назад многие владельцы домов по улице Киевская в Адлере считали подключение к центральной канализации лишней тратой сил и средств. Убедить людей в обратном пришло из специально созданной комиссии. В итоге сочинцы собрали деньги и построили канализацию. Свежие заплатки на асфальте – свидетельство того, что теперь здесь все по закону. Да не только местным жителям и отдыхающим, те же лица, которые приезжали, вот сейчас приехали в этом году, совсем другой. Ни запаха, ничего, все приятно, море чище стало. Впрочем, на той же Киевской все-таки есть дома, которые пока пользуются ливневкой, как выгребной ямой. В итоге на десятки метров разносится невыносимый запах нечистот. В качестве доказательства вот эти кадры, которые прислали зрители. Сейчас потоков воды не видно. Но чтобы у владельцев впредь не было возможности нарушать закон, применяют исключительные меры – отключают дом от водоснабжения. Участники рейдов подчеркивают, по ливневой канализации потоки воды должны идти только в дождь. То, что происходит сейчас – следствие нарушения природоохранного законодательства. Помимо этого здания, сегодня без воды остались еще два частных дома. В целом же работа по подключению к центральной канализации в Адлерском районе идет активно. Еще порядка 150 домов на этой соседних улицах в ближайшие дни подключатся к системе. Сети они свои проложили, внутренние и внешние. Установили насосную станцию, которую, видимо, единственное, осталось у них получить шкаф управления для запуска этих сетей. Но ввиду технических проблем, немножко процесс затянулся с поставкой данного шкафа. И поэтому мы ежедневно данную группу домов, порядка 150 домов, отключаем от водоснабжения. С 9 утра до 9 вечера. Следят за свежестью воздуха и чистотой окружающей среды водоканал, Роспотребнадзор, водосток, районная администрация. Контролирует этот процесс первый заместитель главы города Мугдин Чермит. Результаты работы рейдовых групп подводят еженедельно. И статистика положительная. Но расслабляться не стоит. Многие нарушители даже после отключения от воды самовольно подключаются вновь. И тогда по ливневым канализациям вновь устремляются потоки. Пока такие случаи происходят, ежедневные рейды не прекратятся.